Причем я остановилась уже, и там посидела, и здесь посидела, не знаю, с чем занять дитя. Основилась я на том, что не тронется я была, разрешили нам позвонить, я еле разговаривала. Обычно в основном я включила телефон, и звонить сразу стали мне. Вот. Вот. Ну вот, то, что мне не понравилось. Выйти с наркоза я вышла, довольно-таки нормально. Вот. Из-за общего. Болело горло, и на день второй и третий почему-то... Ой. На какой день второй и третий? То есть вот на следующий день мне после операции принесли утром ребенка, и вот в этот вечер, на следующий день, в палате опять было жарко. Вот. И, соответственно, у меня стала перекрывать дыхание. Пусть я еще кхыкала. В общем, вот так там задыхалась, побежала, бегала там, кипец, в коридор, открыла там окно, потому что в палате же не откроешь, у нас детки там, у меня малыш. В общем, малыша у меня потом на эту ночь забрали, пожалели меня. Вот. Ну, естественно, я плакала. После того, как я родила, я была на ней рот постоянно. Все каждый день я рыдела, рыдала. Кстати, там многие плачут. Я плакала, не от кесаря, не от кесаря. Я была вообще счастлива. Я принесла операцию, я больше всего чего боялась. Все. Я бегала. Все там еле-еле кесаря, кесаря-то, девчонки, женщины ходили. А я бегала. Единственное, что мне было тяжело вставать и больно. И больно садиться, ложиться, вот это все. Перевязывались мы простынью. Ну, потом, кому принесли бандаж, там, мне было проще простыню. Мне бандаж не нравился. Бандаж я с собой взяла, да, мне не понравился. Мне просто не было туго. Вот я туго прям заматывалась простынью. Или по градиальникам, не важно. Ну, вот что. Бегала-то я бегала, а в итоге все, что со мной в ней были, там, выписали. А я, например, лежала еще долго. А жду 20 какого? 29 декабря. А родила я 16. Вот так вот я долго восстанавливалась. Да. Вот так вот я долго восстанавливала. Сразу сажают на антибиотики всех. Там был метрогилл и еще какой-то. Здесь она 3-хлор. Вот. Здесь ты не кормишь ребенка грудью. То есть, первое, что, первый день я ему молозива дала. Давала молозиву, все он ел, пил. Без проблем. Потом посадили на антибиотики и, естественно, стали его кормить искусственным. Это нутрилон. Потом я и пока... Почему я нутрилон дома и покупала? Потому что давали в больнице. Сейчас он эту смесь не берет. Он даже не хочет съесть бутылочки. Мое грудное молоко. Почему я нервничала? Потому что... Ребенка я смотрела и захотела назвать ребенка вот таким именем. Муж был не против. Я не буду говорить каким. В определенном именем. Родителям мужа не понравилось это имя. Они говорили, что это не русское имя. То есть... И не надо. Пожалуйста, пожалуйста. В общем, я рыдала, рыдала. Муж разрывался между мной и своими родителями. Первые два-три дня он был... Да-да, ты мать, ты называй как хочешь. Как съездил туда, вот съездил. Просил потом через окно. Муж пришел, просил, пожалуйста. Давай назовем... Не обязательно... Они не там... Потому что они хотели Егор там... Андрей, Дима там... Вот. Мол, уж так типа мы не наставим. Ну, называйте сами, но русским именем. Короче, какой-нибудь другой имя. Вот. От этого я еще больше плакала. Я уже ребенка называла темой именем. Не хотела идти домой, уже хотела разводиться. Для меня это было предательство. Плакала, истерики. Естественно, я не могла восстановиться. Я прокололи, значит, сколько-то там ни дней антибиотики. Антибиотики. В реанимации у меня температуры не было. Вообще 36,1 даже было. 36,4, 36,7. Так, 36,6, да? На следующий день температуры не было. И вечером поднялась температура 3,7 и так. Вот я прям там задыхалась ночью, потом уснула. Еще, когда я хотела сказать, что я задыхалась, потому что я плакала. Здесь была истерика. Потом я уснула. И, возможно, вот то, что уснула, носоглотка отекла, и там еще трахея после трубки. Вообще, та же астма, все, что сказать, дыхание, перекрывание дыхания, все это нервы. Так вот, до следующего дня у меня температура стала подниматься 37,6, и так, 37,8. Они мне ее сбивали, бегали. Ставили капельницы, ставили, ставили. И так каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. В общем, как они считали, что это была инфекция у матки, они считают. После 5 дней общих антибиотиков, которые получают все, кто прокисорился, я же говорю, метрогил, там все это, метронидозол, еще какой-то. Мне стали подбирать мой уже другой. Уже тем девчонок выписали, у которых все нормально, домой. А женщина. А я еще лежу. У меня уже не анатолок приходит, говорит, когда же вас выпишут, я говорю, я болею. После той палаты мне перевели в другую палату. Опять для болеющих. После родящих, это уже не в бокс, но для болеющих, тяжело восстанавливающихся. А на улице зима. Кость унесло. 21-22 декабря. Срачельник тут такой. Не берет он эти соски. Мой малыш, надо искать с более длинной. Такой советский. Сейчас буду вам показывать палату. Это палата по счету, не то ли пятая, то ли шестая. Так как я на антибиотиках. Бифидомбактерин. Если он его не хочет пить. Вот этим мы обрабатываем глазки. Ну, яйцо. Вот. Вот. Это мои памперсы. Вот это соседки. Вот это соседки, там детские. Пакетик, где помогаешь. Сюда крем сказали купить. Все, у нас хадисы закончились. Кто-то понравился мне эти хадисы. Муж привез вот такие. Нам они большие. Четыреты, девяти. Большие. Именно, вот эти мои глаза. Вот эти наши шестуки дают нам. Вырабатывать дело это. Сюда кидаются пеленки. Раковина. Ну, еще палата. Мой малыш, который крестит. Накакал, что ли? Ты накакал? Ну, сын. Ты, наверное, накакал, да? Ты накакал? Такой бутылочкой мне приходится давать, чтобы он сосал. Примерно это вот так выглядит. Новые соседи подселили. Мне не вписывают, потому что я температура держит мне вчера чистили. Маладинник. Я не пользуюсь этим душем. Вот такой вот. Душ. Но я не пользуюсь, потому что он там вот к нам ближе. Бамперсы сюда кидаем. Вот. Вот это душ, который хожу я. Но он не закрывается. Вообще никак не могу даже ноги побрить. Времени нет. Так вот. Не хочу. Яблоко тогда еще помню, мне всех кровь принесла. Мужчера привез мне меделы, потому что за антибиотиков я не могу поймать. Грудью приходится сцеживаться. Антибиотики вот такими иконами ставят, капельцами, метрогилл, метронитозол. Пришла я в другую палату. Там я была и еще две тетки. Одна тетка Катя звали. Она постоянно рыдала. И та тетка, и та тетка, они тоже давно лежат. Аж с начала декабря. Вот представьте. Я 16-го родила. Они аж с 1-го декабря лежат. Там, если они вот их прокисорили и тоже не восстанавливаются, у них гниет шов, короче. О, а мне и шов проверяли. Хотели его зондировать, что ли. Типа, может быть, там шов гниет. Потом вы привели коалицию целую. Нет, у него шов нормальный. Его мазали вишневского, по-моему. Якобы что-то высосит. Ничего не высасывало, только воняло. Воняло как дифтярным мылом. Я, блин, тоже задыхалась в палате от него. Потому что оттопление работает. Хотя сок он дует, надо сказать. Вот. Хоть какие-то мультики смотрят, блин. И кает, надо кушать-то, можно им давать. Так вот. Вот так вот мне помотали нервы, потому что. И вот так вот я долго восстанавливалась. Вы меня спрашивали, почему. Потому что, как они говорили, у меня была инфекция в матке. Ну, давайте не будем забывать, что я пришла с инфекцией. То есть, они говорили, что у меня была инфекция. Из-за чего даже нельзя было рожать самой, помните? И потом я сейчас показывала, какой препарат мне выписали вставлять свечки. Он у меня сейчас дома лежит. Потом мне выписали назад, уже когда меня выписывали. А я показывала во влоге, девочки. Я его вставила один раз и чуть не излетела ночью. У меня считалось его влагалище. Это вот такой препарат. Я не знаю, вставлять его сейчас или нет. Потому что я всего одно израсходовала. Стимуляция заживления слизистых оболочек. Местное лечение резидивных инфекционно-воспалительных. Поражение женской половой сферы. Хлоргексидин, декспантенол. 10 суппозаторов, 9 у меня осталось. Что делать, не знаю. Что делать, не знаю. Ты тут осидишь, сынок? Сынулечка. Это хорошо, когда и на маму похож, и на папу похож. Так, на вопрос я ваш ответила. Из-за инфекции. Плохо мне было. Я не могла ухаживать за ребенком. Естественно, я это делала. Руки были очень слабые. Каждый день мне ставили много капельниц. Сбивали температуру. Потому что у меня начало морозить. Самое главное, не рассказала. Естественно, меня, как и многих, чистили. Опять мне сделали общий наркоз. Опять я считала, там, ну, я, то, что помню, 10, там, и все. Меня почистили под общим наркозом. От этого почему-то общего наркоза я после чистки отходила тяжелее. Я там даже плакала. Тетке привязалась к помаде ее, которая меня привела. И переложили меня на койку в палате. Какая у вас палада? Какой фирмы? Я ходила на красице, я кричала. Соседка по палате, Кристина, девочка, она, у нее троилась голова, в общем, у меня. Меня морозило. Я очень хотела есть. Я отходила хуже, чем после кесаревого сечения. Ну, я думаю, наверное, потому что меня на 15-20 минут ввели. Делали этот общий наркоз. Потом резко вывели, то есть быстро. И, возможно, поэтому мне так плохо было. Я же поташнила. А при кесаревого сечения, видимо, возможно, мне какое-то время еще дали поспать. Я думала, вот, наверное, это так. Вот, забыла сказать, что почистили. Отчего, кстати, была температура? В первую очередь, того, что почистили. Температура была не от того, что почистили, а потому что у меня там остались. Потому что мы, вообще, те, кто не рожавшие, их чистят. Почему? Потому что сами, которые не родили, у них потом выходят тяжело сгустки. Да. Поэтому кесаря, очень часто, женщины, которые кесарили, их очень часто чистят потом. Потому что нифига, сгустки не выходят. У меня они не выходили. Вообще, даже маленьких не было. Вот, почистили, потом антибиотики поменяли. И вот так вот. 25-го числа ребенка я выписала мужу с мамой его к ним домой. 29-го я стала проситься сама домой. На Новый год. То есть у меня охота была там лежать. И переживаю о малышей своем. Естественно, я сейчас на ногу к ребенку. Я же болела. Получалось, что мои процедуры, процедуры для ребенка, то прививки, то приходят врачи, там, вот я на толк. В общем, целый день занят. Так получилось, что я не могла покушать. Я не завтракала. Иногда, может быть, обедала. Или бы иногда ужинала. Бывало так, что целый день я не попадала на эти часы вообще. Вот так, каждый день, на капельницах. Ой. Не могу восстановиться от этого кесарого сечения. Кошмар ищи. На завтрак каша. На ужин та же самая каша. И в обед суп. Мне не понравилось, как кормили. Больше, как-то, знаете, обещали больше. По отзывам. Что мне рассказывали по этому труду. Не понравилось. Вот такая вот видня. Вот такая вот видня. Ну, пожалуй, я не все рассказала сама собой. Но я сейчас просто уже исполню. Но те вопросы, которые вы мне задавали, Катя, как ты рожала? Я ответила, что рожать я начала сама. То есть я испыталась провести родов. Сладкий. Все. Дошла практически до конца. Но было таково, что ребенок не выходил. Он не проходил в таз. И пришлось меня прокисорить. Вот и все. Это вот то, что мне известно. Почему не прокисорили? Это вот то, что мне известно. Вот одной... На одну ночь я уже... До новых антибиотиков была уже все на нервах. От этих... Остановления, от этих болезней. А до ночи я заплатила 500 рублей на детскую комнату, чтобы взяли моего ребенка, чтобы я была поспать могла. И вот это до 6 утра. То есть я его отвезла в 11 вечера, и в 12, еще не выполнили до 6 утра. Здесь мне я пока в интернете, посидела там. Поспала, конечно, меньше часов. То есть вот так вот. Я заплатила такие рублей. Не знаю уж... Платят, не платят. Мне казалось, что в детской комнате должны брать... Вообще-то... Они очень неохотно брали днем малыша, потому что... то на капельницах меня... Можно сказать, что откачивали, но это грубо, конечно, сказано, сильно, да, сказано. Но мне было тяжело. Мне было 39, например, и максимум, да, доходил, когда было 38,8 у меня. Естественно, они мне быстро ставили капельницы. Вот так вот. И я восстанавливалась тяжело. Вот так вот. Не беременне сказали минимум 2-3 года. Не беременне. Посоветовали, что лучше 5 лет. Если уж ты приспичила вам через 2 года, то значит, что идете и делаете под общим наркозом, что-то типа там вапроскопии, наверное, я не знаю, в общем, камеру вовнутрь, и там смотрят шоу в матке. Минимально, если вы вообще уже обнаглевшие и ничего не хотите делать, то идите хотя бы сделать УЗИ. И, понятное дело, никто это ничего не делает. Ну, мне так кажется. У меня и знакомых девчонок никто этого не делал. Они беременели через год и через 2-3. Но это на страх в рейтинге. Матка может разорваться, может чувствовать как перитонит, и все. Ребенка можно спасти, а женщина может умереть, и все. Девочки, если что, я как-нибудь, дорогие мои, как-нибудь во влоге или где-то поболтаю еще с вами, если что-то вспомню. А пока на этом все. В общем, самое главное я вам рассказала. Пишите свои вопросы еще там, или у кого какие есть советы мне. Сейчас меня интересует вопрос, просто когда меня выписывали, мне она, гинеколог, сказала шов мазать зеленкой, перекисью зеленкой. И что я ей делала. Сейчас меня интересует вопрос, чем его мазать для заживления, типа бипонтен, масла какие-то. У кого есть опыт, пожалуйста, мне посоветуйте, чем помазать шов от кислородчика. Вот так вот. Спасибо. Всем спасибо за внимание, и всем пока-пока. Задаю вопрос. На что же это похоже сладкий? Я всем задавала этот вопрос, и я знаю, что ты мне задавал этот вопрос. Я вам отвечу, что все вначале говорят, что это похоже на что-то намечено. Это вот вначале было чуть-чуть, когда слегка фонило, слегка только начинала побаливать поясница. Тогда да. Потом небо и земля. Потом совершенно все остальное не похоже на месячные совсем. У меня не было похоже. Поэтому я тоже готовилась, чтобы будет больно, как при месячных. Сильно-сильно меня раскрали. Но у меня было не так. Поэтому я вам отвечаю. Совсем небо и земля. Не как при месячных. Как-то так. У меня так промечено. У меня все подобное было. Тут еще хуже. Ужасно. Ну все, пока-пока. Честно, забывается. А еще, значит, у меня, говорят, хотят родить сами после Кесарева. Есть такие, да, у нас женщины. Я, наверное, к ним не отношусь. Я, наверное, больше бы относилась к тем, если бы я еще и беременела, что очень вряд ли. То есть моя беременна. Естественно, я бы, скорее всего, рода разрешалась операцией. У меня больше ни за что он за это не согласилась. На это. И на какие деньги. Это ужасно. Для меня это было ужасно. В конце. Опять же, был в конце. Я просто устала под конец. Очень устала. Сниможение такое было. Все.